9 августа 1929 года Карельский совет народных комиссаров принял постановление, в соответствии с которым были организованы многие из действующих сегодня в республике леспромхозов. Благодаря этому постановлению 1 октября того же года возник и Медвежегорский ЛПХ. За 70 лет предприятие останавливалось только однажды, в ноябре 41 года, когда часть Медвежегорского района была оккупирована немцами и финнами. Но уже к апрелю следующего, 42 года, на базе ликвидированных и эвакуированных хозяйств, на берегах Выгозера Медвежегорский ЛПХ был восстановлен. Предприятие не останавливало работу и в течение последнего десятилетия, которое для некоторых отраслей отечественной промышленности оказалось не менее разрушительным, чем военные годы. Правда, нельзя сказать, что общероссийские экономические проблемы обошли ЛПХ стороной. В начале 90-х предприятие акционировалось, но смена формы собственности не принесла ожидаемого положительного эффекта. В 98-м году на, казалось бы, безнадежно погрязшем в долгах предприятии было введено внешнее управление. Внешним управляющим был назначен Гаврилов Иван Федорович. Я считаю, что ему удалось создать новую команду, правильно сконцентрировать силы, поставить задачи, наметить цели. И на сегодняшний день я считаю, что поставленные задачи когда-то мы успешно выполняем. В 2000 году к уровню прошлого года, то есть к уровню 99-го года у нас рост в объемах на 30%. В прошлом году, после того, как предприятие прошло через процедуру банкротства, у него появился новый владелец. 51% акций леспромхоза приобрел канадский бизнесмен Марис Грандин. До этого в течение семи лет он был одним из постоянных потребителей пиломатериалов, которые производит лесозавод, принадлежащий ЛПХ. У него сложились хорошие отношения и с генеральным директором, и с внешним управляющим. Последний, кстати, и убедил господина Грандина стать владельцем ЛПХ. Канадец сразу же начал вкладывать деньги в переоснащение предприятия. Наш вопрос, выгодно ли работать в России, его, похоже, несколько озадачил. По его словам, работать выгодно везде. Главное, правильно организовать процесс. Лесное же производство в России имеет большое будущее, поскольку страна богата сырьем высокого качества. Подозрения в том, что иностранцы предпочитают рубить российский лес, чтобы сберечь свой собственный, по мнению Мариса, безосновательны. Его фирма столь же активно заготавливает древесину в его родной Канаде. За последнее время в развитие предприятия вложено около 24 миллионов рублей. На нем появилось 117 новых рабочих мест. Всего на заготовке и переработке леса в Медвежегорском ЛПХ сегодня трудятся 1400 человек. По словам генерального директора, каждая третья семья в районе так или иначе связана с предприятием. Кроме того, ЛПХ дает более 30% местного бюджета. На минувшей неделе на лесозаводе была торжественно пущена новая линия сортировки пиломатериалов. Она позволит сократить время обработки готовой продукции, снизит потери при сортировке и значительно облегчит труд рабочих. Эта новая линия не имеет аналогов в Карелии, что впрочем вполне понятно. Она полностью спроектирована и смонтирована специалистами Медвежегорского ЛПХ. Марис Грандин специально приехал в Медвежегорск для того, чтобы открыть новую линию. Кроме нее на территории лесозавода идет строительство двух новых сушильных камер. В дальнейшем планируется протянуть резервную линию электропередач, запустить новую линию сортировки пиловочника и отремонтировать котельную. На полную реконструкцию производства и приведение его в соответствие с мировыми стандартами, по мнению господина Грандина, уйдет еще не менее пяти лет. Пока же Медвежегорский ЛПХ увеличивает объемы заготовленного леса и выпускаемого пиловочника, используя то оборудование, которое уже имеется в наличии. Несмотря на то, что пилорамы на лесозаводе давно уже нуждаются в замене, 90% их продукции продается на европейском рынке, при этом успешно конкурируя с пиломатериалами скандинавских соседей.